коллеги всем привет 4 ноября понедельник записываю видео обзор по биткоину крипторынку потому что актуально естественно обсудим выборов сша ну не с политической точки зрения с точки зрения рынков естественно что по рынкам при харрис при трампе если при трампе рост туда до каких значений на мой взгляд текущая недельная ну прошлому прошлого уже до недели свеча отвратительная либо ущербная как мне написали в премиум заявки что что с ней делать но в плане то есть легко перекрыть там пойти на 100 тысяч долларов или на 80 тысяч долларов или нелегко если легко то почему вот но пугающе так или иначе она может естественно кого-то испугать или всех и без и не без причин да потому что все же мы не можем утверждать ну забегая вперед на что такие свечки точно перекрываются именно в текущих подобных фазах крипторынка и биткоин либо какой-либо другой актив до после подобных движений просто потому продолжает расти не совсем так или вообще не так ну в общем чуть позже обсудим хотел сразу сказать что розыгрыш да будет два места в 50 usdt я не буду не стану сегодня определять победитель прошлого видеоролика до розыгрыша кто не смотрел видео актуально тайм-коды дневник кризиса здесь все есть вот условием только к этому видео будет написать не любой комментарий а комментарий на тему как вы считаете что будет с рынками если харрис победит или трамп победит ваше мнение 1 1 2 предложения если смотрите видео после выборов сша до конца года сейчас есть консенсус о том что нас ждет всех рождественской ралли все начнет ну не все начнет все и так растет уже не первый месяц и не первый год ну по крайней мере альткоины начнут расти там биткоин продолжит свой рост да и дойдет не знаю каких-либо значений выше ли фондовый рынок за 6000 пунктов snp 500 напишите вы ваши мысли вот по этим темам и тогда вы примете участие в розыгрыше 50 долларов давайте даже не с графика начнем а быстренько по календарю пройдемся в сша перевели время назад на один час кида и китай стимулирует экономику либо пытается это делать опять же кто как интерпретирует или объясняет поясняет впрочем это это правильно уже чуть ли не триллион долларов обещают влить там ближайшие месяцы в экономику китая наломали дров свое время сейчас сейчас приходится вот применять такие меры ну и можно у них инфляция ну не нули не на но практически да то есть если опять же мы берем ту же самую фрс конечно здесь на данный момент сша не так все просто по крайней мере организовать показательные сообществу или толпе или домохозяйством намного сложнее по крайней мере сценарий этого шухера будет уже не тот что вполне можно было реализовать марте 23 года хотя и тогда распечатали 300 ярдов потом опять сокращать баланс фрс продолжили да в общем еще придем к этим темам в больших форматах видеоролика завтра выборов сша вторник крипто headlines вторая ссылка подпишитесь какие-то предварительные результаты новые вводные все будет в режиме реального времени либо оперативней чем там везде или почти везде здесь крипто headlines ну тех кто не понял это telegram вторая ссылка закрепить у себя вот но данные макро данные мы сейчас не будем этой темой касаться ты на данном этапе на этой неделе по крайней мере не так важно ну и в четверг решение поставки фрс уже интереснее уже интереснее если раньше было не так интересно что говорит джером пау и так было все максимально ну опять же для меня по крайней мере для нашего сообщества да предсказуемо то сейчас ну по крайней мере интересней да потому что уже понятно да будет кто станет президент кто стал президентом вот посмотрим предварительное письмо ну на ставку хотя не так важно да ну ставку по крайней мере может быть либо пауза либо снижение очень маленькая вероятность что ставку повысит конечно же вот ну и конференции жерому паулу обращаю ваше внимание в 22 и 22 30 не в 21 и 21 30 как раньше было тексты трансляции тоже все в крипто headlines закрепите в telegram у себя и точно точно не пропустите мой комментарий в авторском это первая ссылка здесь все будет мой комментарий на тему выборов сша и результатов и ухода голосования возможно да и что дальше может быть какие-то мои мысли изменятся несмотря на то что я сегодня скажу в этом обзоре да если что-то изменится вы знаете мне несложно написать пост или голосовое сообщение что я делал не так давно в авторском канале все будет тагану и баланс фрс и баланс фрс опять же пока еще сокращают хоть и ставку снижают ну или придержит ее ну такое либо редко случается либо вообще никогда не было так или иначе конечно сокращение баланс фрс это прекратится вот пока на рынке это не так влияет и слава богу да если мы говорим тем более про рост биткоина про какой-никакой сезон прошлый хоть и сезоном назвать сложно но тем не менее какие-никакие x и да вот ну и дно формирования осенью 22 года что не повлияло сокращение баланса не повлияло и на все финансы на классическую фонду не на bitcoin с 15 вырос там с 15000 bitcoin вырос пять раз вот поэтому здесь конечно смотрим но мои диагнозы вы знаете либо видео либо текст все будет если будет что сказать по этому поводу погнали недельный таймфрейм ну первые тезисы которые вот вот прям можно сказать горящие до которые я получаю там и в комментариях там их закрытом видео и в основном оставить за ну я имею ввиду в премиум до актуальная но тем не менее естественно открытых обзоров также более чем достаточно тем более 5 часового свечка недельная это пин-бар для тех кто не понимает что такой пин-бар пожалуйста google зайдите напишите пин-бар в трейдинге что-нибудь такое описание более чем достаточно также пи-пиар напишите это уже стоп вот можно легко перекрыть пин-бар можно легко перекрыть пин-бар да естественно было бы было бы чем было бы на чем точнее до каким-то событием конечно пин-бары перекрываются это же касается впрочем-то любого пин-бара будь то стеню сверху листению снизу вот здесь нет никакой там сверху уникальной информации да если вдруг где-то услышали что вот здесь мы легко пойдем так потом так и так далее ну мнение может складываться на текущем этапе в понедельник 4 ноября подобное до исходя из того что завтра выборы трамп станет президентом продолжение эйфории продолжение ралли плюс рождественской ралли то что в чем нет ничего уникального также это не некий консенсус за десятилетия что в конце года рынок якобы должен расти вот поэтому здесь опять же если мы говорим если мы учитываем эти факторы то конечно что эту свечку что любую другую перекрыта в принципе то не проблема тем более если выберу трампа ну про это чуть позже поговорим если брать опыт там прошлых месяцев впрочем допустим у нас был пин-бар который перекрыли да и мне в пример ставят дим посмотри ну здесь же вот вот и ты и ну то есть про меня когда мне задают вопрос да показывают диапазон здесь же вот легко перекрыли да но было событие принятие спотов биткойна и теф я был сторонником как раз таки версия что все будет не нужно не не нужно мудрить в данном случае не нужно мудрить будет рост да то есть мы продолжим рост обновим исторический хай да были мнения и я писал и отвечал публично на них о том что были мнения что это ловушка то что вот тут обязательно падение после принятия спотов биткойн и теф показали свечку отвратительно 8 января 24 года в то же время ее перекрыли но перекрыли уже после принятия биткойн и теф но казалось бы событие уже произошло да как это покупай на слухах продавай на фактах да некоторые люди считают что вот это это всегда должно работать ничего вот со словом так скажем всегда быть не может но в то же время если вы мудрите да или пытаетесь якобы ну на будущее самым умным пытаетесь обыграть толпу то в одном случае из десяти у вас получится да если идти против пусть будет толпы поэтому мудрить как часто я ну эту тему уже поднимал те кто ну опять же ничего не придумывают зарабатывают так или иначе больше я могу массу примеров привести я приводил частично вот поэтому здесь и сегодня и завтра конечно же я предлагаю ничего не выдумывать абсолютно вот и называть там и вещи своими именами да и конечно же не то чтобы следовать там толпе но тем не менее не плевать против ветра то есть ну в данном случае это не актуально вот ну мы этой темы коснемся если есть возможность смотреть видео начало до конца будет здорово тайм-коды в описании я оставлю ускоренный режим можете включить ну лайк дизлайк это уже на ваше усмотрение как правило ну как я сказал прошлом видео обычных мало кто ставит там каждый десятый дай бог мнение принципиально откровенно говоря поэтому смотрите здесь сами хотя кто-то может подумать что это байт на то чтобы ставили лайки ну пожалуйста можете своей стороны принципиально не ставить вот никто от этого не умрет и горевать не станет вот ну что ж еще раз давайте я чуть отвлекся пин бар это любые абсолютно свечки price action вы применяете да плевать какую стратегию применяете естественно все это можно перекрыть тем более когда есть события вот тем более price action даже я подчеркиваю не дитя на недельном таймфрейме конечно же без каких-то ну событий часто сложно пойти вот как раз таки ну не то чтобы плюнуть против ветра но продолжить тренд против невероятно ну не то чтобы отвратительные да вот прям именно вот ярко выражены медвежьей свечки а потому что действительно не всегда но тем не менее они часто отрабатывают вот в данном случае нарратив толпы отработал вот большинство не думала что будет падение вот я со своей стороны это также говорил то что нет никакого кто вам сказал кто-то придумал что большинство считает что будет падение из-за того что спорта и тф примут поэтому будет падение ну вот ну это опять же информация ну не знаю из пальца была высосана кем-то где-то ну кто-то его подхватил и вам как возможно заложником позиции но надеюсь что нет но тем не менее да есть такой момент зависимости того какую позицию какой позиции ты придерживаешься не на словах а на деле соответственно ты будешь видеть во всем либо подвох да либо подтверждение там своих мыслей пусть они и коррелируют с толпой до о том что будет там ну в данном случае рост вот но это обычно элементарно так скажем психологии поэтому так или иначе вы против себя не пойдете и здесь будете только подтверждяя искать подтверждение своим мыслям здесь ничего опять же тоже уникального и необычного нет вот что еще хотел сказать вот пример кстати price action вот вам пин бар на дне рынка какие здесь события предшествовали тому что этот пин бар перекрыли уже рынок ну и я был сторонником того что здесь дно и так далее да рынок начал прайсить потихоньку и и потихонечку и нет и фондовый рынок который по динамике обогнал биткоин я уже молчу про акции nvidia по динамике я имею ввиду обновление исторических максимумов да здесь сформировалось дно здесь у нас ftx скоманул и все здесь здесь сформировали дно там пик страх кто-то скажет сбрили всех и так далее но это тоже глупости покупали биткоин крипто энтузиасты я никого не знаю кто бы не покупал биткоин честно и даже тот же канал крипто хедлайнс уже появился уже был в декабре и в ноябре и в сентябре и редакция те же самые консенсусы и флешмобы где людей призывали покупать биткоин по 16 17 20 тысяч долларов это все было и намного больше да ну естественно естественно можно было найти подвох да или найти контент который тебе ну там больше нравился где говорили что нет мы будем дальше падать я не к тому что вот рынок не мог упасть я к тому что все же покупали биткоин да и не было такого что вот якобы большинство думаю что будет падение все боятся и тогда страх был страх присутствует постоянно и всегда что на снижение рынка что сейчас перед выборами в сша что на пик рынка страх он так скажем он нескончая нескончаемый тем более если речь идет о финансовых рынках ну и о многих других вещах естественно вот пин бар интересный согласитесь пин бар от 18 октября 21 года вот у нас свечка похоже ну не то чтобы похоже прям один в один ну просто пин бар да вот он пин бар с тенью снизу здесь тень и сверху тень вообще пин бар ну кто-то не согласится там в зависимости от векторов развития исторического классического технического анализа естественно кто-то скажет нет пин бар это молот красивый чтобы не было тени снизу для меня пин бар это 70 процентов в свечке если это все тени это уже пин бар вот пин бар даже следующий вот похожая чем-то ситуация здесь немножко обновили исторический максимум да вот здесь в данном случае нам чуть-чуть не хватило обновить вот пи 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 ара здесь не было пи 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 ара вот пример пи 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 ара только наоборот вот он кстати видите да то есть вот он пин бар вот бычья свеча закрываемся выше тени свечки пин бара вот здесь еще откат ну какой-никакой рост вот пин бар вот пи пи ара кстати вот пин бар 28 марта 22 вот мы поглощаем вот отрабатываем ну в таком в данном случае видите да как отработали здесь зону сбаланса сходили продавца вот пин бар еще я вам просто примеры понят для кого-то это элементарная информация все все знают зарабатывают деньги ну смотрите можете пропустить таймкоды я не для себя оставляю вот пин бар здесь не перекрыли то есть нельзя сказать что здесь пи пи ара хотя вот если учесть свечку 8 июля 19 года да мы закрылись ниже этого лоя а для меня ну с этапе пи ара это такая немножко ну грязная ну грязно не в буквальном смысле такая ну как сказать не строгая история да то есть не строгая не строгие правила то есть определенные может быть не то чтобы не строгие правила ну для меня достаточно семьдесят процентов свечки это тень неважно там второе свечо или третье мы переходим ниже этого минимума но не перекрывая максимум естественно это уже это уже ста пи пи а ну в данном случае здесь пи пи а ну вот отрабатывает ну здесь я думаю все уже пример пример не стоит ставить ну вот есть пин бар на дне видите да то есть в другой абсолютно немножко истории тем более во время корона дампа здесь пин бар я сейчас отвечу к чему я это вообще показываю вот здесь пин бар у нас формируется на дне уже на пике страха и так далее когда толпа опять же ой толпа когда в очередной раз естественно как в любую фазу каких-либо эмоциональных качелей на рынке ну есть лагерь представители которые считают что на этот раз стоит пойти против системы против толпы против рыночных ожиданий против каких-то даже против природы можно сказать финансовых рынков вот а здесь было все проще да произошел тот самый произошла та самая ну острая фаза пандемии так вот 19 все в ноль чуть ли не рецессия такая краткосрочная ну фрс просто применил свои рычаги вот те кто не поверил фрс ну либо остались без активов ну либо там я не знаю на шортах все потерял впрочем то вот хотя и пин бар оформили здесь что только не сделать но пин бар опять же не на пиках не на пиках да то есть не стоит путать вот этот пример скорее опять же касается подтверждает что в девяти случаях из десяти даже если вы будете там в рамках ожиданий рыночных ожиданий принимать инвестиционные решения ну окей не нравится в девяти восьми окей восьми восьми случаях из десяти вы будете зарабатывать мудрить ну пожалуйста вероятность десять двадцать процентов это это наверное максимальная вероятность которую я дал ну что что вы заработаете когда плюете против ветра вот это на самом деле большая тема и то я много на нее времени сейчас потратил будем еще обсуждать я буду показывать еще массу примеров всевозможных разных вот ну давайте пойдем дальше что я скажу по этому поводу что я как прокомментирую формирование этой недели ну понятно опять же мы текущий пин бар как вы уже поняли или поняли ранее без меня да не можем естественно ни в коем разе там сравнивать допустим с этим пин баром который легко легко перекрыть ввиду фундаментальных там макроэкономических денежно-кредитно-политических условий финансового рынка вот тем более если мы даже все отметаем ну извините меня там ну этот пин бар сформируется на как сказать уже на каких-то ну панических настроениях да и спустя как рынок снизился там на 75 там сколько 75 процентов ну сейчас одно и то же ну естественно нет вот вам еще пример кое 19 да я вам показал вот вам кстати еще пример вот пожалуйста чем вам не пин бар то же кстати кто пошел против фрс в данном случае фрс вот здесь уже сворачивали ужесточение дкп и переобувались на смягчение вот он пожалуйста работа работа движение биткоина вверх там фонда и так далее и даже здесь кстати я ну в тему скажу здесь в декабре 2017 года фрс уже вышел а там была конференция или заседание сейчас заседание вроде бы я сейчас точно не вспомню там вроде может быть даже и дискуссионная панель была вот там вам ну не вам нам всем да то есть ну мало кто был еще тогда в крипте но тем не менее тогда фрс вы можете подбить данные пожалуйста исторически семнадцатый год заседание или я могу путать еще раз заседание или в декабре была какая-то панель дискуссионная где цбшники сказали что ребят смягчение дкп подходит концу практически прямым текстом практически вот ну по крайней мере большая часть инвест мира поняла это фиксировала прибыль тоже касается биткоина и так далее вот те кто пошел против все поняли в целом фрс если опять же резюмировать здесь завершил смягчение дкп завершил ужесточение дкп рынок вырос простимулировал экономику на события связанном ну вы поняли да с ковид-19 а здесь начал ужесточать дкп рынок начал прайсить да то о чем мы неоднократно здесь здесь проговаривали здесь это все обсуждали вот и ну и здесь соответственно рынок уже начал в двадцатом году прайсить смягчение если вообще тут только про фрс говорить более более чем достаточно некоторых ну так скажем фактов да ну которые не стоит которые нельзя отрицать там никаким анализом другой стратегии еще чем-то там каким-то конспирологическим теориями которые даже рядом не стоят с тем что есть просто фактические события которые диктуют ну диктуют условия для финансовых рынков вот и все не нужно из пальца там высасывать какие-то темы манипуляторов спекулянтов инсайдеров и не знаю еще что-то ну контент можно пилить но в целом это если вкратце опять же будем еще говорить вот поэтому считаемся с этой с этим пин баром вот смотрим даже вот буквально банально здесь сейчас вот подобная ситуация если очень вкратце да вот вот похожая ситуация на чем она может возникнуть в преддверии выборов я думаю логично и понимаю да что если трамп станет президентом вот мы можем и такой сценарий увидеть даже дело не в сценарии а на что стоит обратить внимание допустим трамп стал президентом идем смотрим да что сейчас полетели ну зона 27 понятно там средняя диапазон 80 тысяч плюс минус вот далее особое внимание естественно последующим последующим сетапу да поглощением там еще одним пин баром пипиаром и так далее на самом деле здесь вот медвежьих медвежьих сетапов я сейчас на девку не стану переходить но было есть более чем достаточно текущая неделя если мы закрываемся понятное дело да то есть где-нибудь здесь там не важно 66 ну важно естественно ниже минимума свечки 28 октября негативный негативный сигнал тем более если подобное снижение произойдет на харрис если оно будет таким вяло текущим с тенденцией именно с аспектом на снижение с акцентом на снижение вот ну так или иначе это скорее будет не то чтобы сигнал сама хама камала харрис это есть сигнал да к тому что может начаться нисходящий среднесрочный тренд вот хотя вообще если честно не верится что камал харрис камал харрис станет президентом биткойн биткойн знаете так на 67 200 сходит или аккуратно начнет падать потихонечку маловероятно скорее это будет сразу там куда им 62 в 60 тысяч долларов это может произойти ну учитывая текущий диапазон тоже касается и трампа то есть очень быстро мы можем протестировать эти пики возможно очень быстро дойти до семидесяти восьми восьмидесяти тысяч долларов 100 тысяч не думаю в контексте опять же ну не просто каких-то теорий конспирологических а просто ну самого факта да персоны дональда трампа я ну назову несколько пунктов первые во-первых очень маловероятно что система ну как бы не то что маловероятно система сша по факту системе сша по факту не требуется биткойн как актив который якобы там спасет экономику страны такого нет это факт это раз второе дональд трамп на конференции мог сказать больше нежели прозвучало да там в кино там биткойн не продать там толпа кричит мы не будем продавать биткойн далее биткойн 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 он сказал да не продавайте биткойн по большей части то он ничего не озвучил хотя я вам так скажу что крипто сообщества ну с именем естественно ожидали куда большего это второй момент то есть да вы скажете да зачем ему заранее раскрывать карты и так далее ну опять же давайте не будем мудрить но он мог сказать больше мог кеннеди младший сказал сказал понятно что кеннеди младший наверное бы и не стал бы президентом сша ну хотя это выглядело как ну попытка взять больше для себя там голосов там своих сторонников и так далее это второй момент третий третий здесь есть был пост крипто headlines как раз таки к сожалению здесь редакция мне что не очень понравилось конечно как редакция применила слово обосрался конечно не очень красиво получилось дональд трамп его крипто компания не будут зачитывать сумела не буду рекламировать компанию трампа не буду ладно сумела продать всего 4 процента то есть кандидат президент сша хотел собрать 300 миллионов долларов но удалось привлечь всего 11 миллионов долларов третий пункт то есть получается доверие к трампу настолько высоко что в его проект никто не закинул денег почему я говорю никто потому что 11 миллионов долларов ну я даже не беру всю финансовую систему сша или все рынки да и всю ликвидность естественно нет просто для крипто рынка 11 миллионов долларов это ноль по большей части это ну ни о чем вот ни о чем честно я даже со своей стороны думал он соберет больше но это ни о чем то есть ну так подтверждается там некоторый уровень высокий доверие к дональду трампа вот этой суммой поэтому не впечатляет мягко говоря это третий момент четвертый что касается дональда трампа как когда кандидата ну короче если он станет президентом давайте упрощать не будем там сложные какие-то тезисы применять слова стараться по крайней мере ну давайте ладно если не про все финансовые рынки вот конкретно про дональда трампа ну его ну не просто так наверное называют непредсказуемым президентом то есть нет такого что вот прям при сама предсказуемость такого нет про трампа и сами республиканцы понимают что он может в принципе вытворить что угодно и в контексте если как раз таки про эту самую непредсказуемость немножко неоднозначность тем более да когда речь идет о финансах своей стороны он порой предлагает озвучивать такие ну предложить ну предложение да озвучивать такие планы которые впрочем то экономически научно как угодно они не реализуемы сша вообще то есть это невозможно сделать никак или похоронить пересобрать всю финансовую систему страны будет ли этим трампом заниматься будет ли этим трампом ну я не думаю ссори оговорился ну не думаю по крайней мере может быть это на дистанции когда-то произойдет когда трампа уже и не будет вот здесь и сейчас абсолютно неподходящее время в то же время и учитывая геополитику отношения с китаем экономические то есть это ну не самый лучший вариант а сейчас начинать с этого вот это какой четвертый пункт да вот и ну и пятый пункт что биткоину стабильно выйти на сотку ближайшее время с учетом того что он станет президентом ну это я не знаю что трампу трампу необходимо превратиться в илона маска в раннего илона маска когда он шилил до гикоин и то не факт что это сильно поможет потому что ну опять же я бы не сказал что прям бурная реакция была на то как вот дональд трамп во время конференции да что прям биткоин помпанули там да там не было особо ничего никакого роста так ну ничего существенного так скажем да ничего существенного то и не произошло вот хотя казалось бы президент потенциальной страны говорит ну по крайней мере может немного но приятные вещи приятные по минимуму но приятные вещи для крипто но это четвертый или пятый пункт я уже сбился вот в общем это по трампу вот поэтому да здесь несмотря на то какое произойдет движение по биткоину просто протестируем этот максимум если изберут трампа да или мы обновим этот максимум конечно с меня в любом случае апдейт во вторском канале но я не думаю что мы полетим так или иначе очень сильно высоко обновлять этот максимум пик я не думаю камала харрис да здесь проще честно камну останавливаться здесь надолго не очень хочется да и в принципе ну прям больших таких здесь ну ничего необычного опять же я еще раз для тех кто думает что вы и чё ты чё так просто чё так просто например и чего-то необычного нет ребят еще раз вот кто усложняет кто усложняет часто оказывается неправ часто если не верить мне но пожалуйста копайте историю финансового кризиса да там есть случаи майкл бьюри в свое время или берри кто как его называют это уникальные ситуации которые даже там один процент из ста не насчитает успешных историй связанных с тем когда инвест компании просто компании не мудрили делали что умеют что надо делать да в те или иные периоды времени свои действия согласовывали так скажем соприкасали с тем что делает фрс да исходя из этого просто инвестировали все таких случаев миллион майкл бьюри сколько вот поэтому конечно решать вам любом случае ну пока мали харрис еще раз легко 60 62 тысячи долларов может сквизов 58 ну в общем этот диапазон легко считаете ли вы что там все будет иначе необходимо пойти против ожиданий ну пожалуйста пожалуйста попробуйте изберут камалу харрис президентом зайдите сразу блог посмотрите что с этим будет я сомневаюсь что будет как то иначе вот смотрите решать ну вообще трейдинг до трейдинг это отдельная история я сказал лонг понятное дело что маловероятно что среди так скажем вас хотя может быть все все что угодно но я имел ввиду маловероятно что среди вас есть те люди которые на большой объем капитала зайдут в позицию под результат выборов ну я я сомневаюсь могу ошибаться напишите коммент пожалуйста ну я сомневаюсь если честно вот дальше у нас что касается кстати и и и price action недельный таймфрейм да и текущего вообще диапазона по биткоину вот у нас как бы нечему начинаться да то есть как у нас может начаться аптренд на результатов выборов сша есть у нас идет аптренд а то есть у нас все еще ралли 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 да то есть ничего здесь не меняется в корне даже ну вот пожалуйста где ралли началось для кого-то в двадцатом для кого-то двадцатом году кто считает что это просто коррекция ну значит двадцатом для кого-то в две тысячи восьмом опять же откуда смотря откуда посмотреть текущее движение фонда и даже комментировать смешно с моей стороны и вообще любой да то есть это здесь нет никакого дампа коррекция это назвать даже невозможно каким-то отскоком от роста ну окей все еще эйфория конечно все еще есть моменты связанные с тем что ну не так не то чтобы не выгодно опасно ронять глубоко фонду естественно да есть естественно некоторые опасения в домохозяйстве так не все гладко да в сша пожалуйста дневник кризиса можете глянуть по тайм-коду так при падении фонды денег не прибавится естественные переживания страх и это самая боль только усилится но нужно ли спасать фондовый рынок при снижении на два процента ну смешно я не припомню вообще ни одного случая хотя все может быть да вспомните напишите когда рынок спасали с новых пиков когда он падал на два процента на два на три на пять когда на 7 на 10 я не припомню чтобы такой период хоть когда-то был поэтому это как дополнение к даже к тому что я сказал про трампа да это как доп допник то сейчас ралли если мы можем и говорить о каком-то начале то о начале нисходящего тренда ну среднесрочного там глобального это мы уже потом обсудим ну нисходящего тренда поэтому конечно ну в общем расклад такой на данном этапе расклад у нас такой да ну по фонде опять же давайте коротко и так ну все понятно что здесь как и так далее я имею ввиду где мы торгуемся да где пики ну трендовая ну скажу опять же я повторюсь я просто ну хочу пореже это начина начинать делать учиться по крайней мере реже повторяться вот мне это и самому порой надо надоедает мягко говоря вот но тем не менее ну зона шухера трендовая линия ну 4 800 4 800 4 600 вот окей берем там 10 ну 15 процентов минимум если даже вот братья текущие учитывать цены сколько 15 процентов ну четыре пять тысяч пунктов пробой пяти тысяч пунктов да то есть но опять же близко к этой трендовый сейчас что там 22 и 4 что это смешно при дональде там по трампе да если он станет президентом да понятно по ним ну реакция там рост там еще куда-то но я озвучивал диапазон 6 6 300 да это максимум который я вижу вот не факт 6 300 вообще будет по крайней мере до какой-то более-менее коррекции да или среднесрочного нисходящего тренда посмотрим но опять же в контексте того что по биткоину пока не стоит ну я так думаю понятно я могу ошибиться как любой человек это мы уже опускаем этот детский сайт вот вот эти предупреждения вот я все же думаю что тяжело да то есть что-то при трампе тем более при харрис при харрис просто ну опять же какая-то тенденция пусть среднесрочная пусть потом перетекающая в какой-то дамп может произойти просто вся история быстрее при трампе позже просто позже вот может добавят в эту политическую в эти политические страсти я не знаю может наоборот все самое интересное начнется после выборов сша откуда мы знаем правильно это ну понятно что мы ничего не знаем да мы просто принимаем инвестиционные решения либо либо торгово если мы торгуем и все в рамках стратегий учитывая фундаментальные вот эти показатели там политику фрс кто-то там м2 просто смотрит там ликвидность и так далее да то есть вот расклад такой дальше ну я а ну я трендовыми пишу ну по трендам если два слова да то есть мы пробили нисходящие пробили нисходящие спотовую трендовую пробой не произошел спотовая трендовая две точки 15 октября 23 23 января 24 выход ложный ну в данном случае ложный этап на закрепление ничего такого не было произошел даже дальше снизились ниже да здесь интересно вышло я записывал голосовое сообщение прямо перед снижением рынка ну про крипторынок в целом можете послушать про шорт позицию который я открыл вопреки своим ожиданиям обновление вот этого максимума открывалась я я сейчас буквально два слова в премиум причем я до голосовое сообщение про шорт записал здесь или чуть ниже да и шутку естественно вот здесь написал какие-то и послушают мало ли кто-то на полном серьезе подумает что я такого мнения себе вот но открыл шорт я раньше то есть открыл я шорт раньше на символические проценты депозитов при котором мне все равно там ликвидация будет первое с 22 года ну по позиции все остальные позиции все остальные long short и все что я показывал публично все отрабатывала потом шорт последний с марта там половина в прибыль половина без убыток это если мы шорт шорта предыдущего касаемся да здесь и сейчас но можно сказать кто-то скажет я тупанул кто-то вот я ближе к тому что решил попробовать да пойти против хотя и в премиум записывал много и в открытом канале обзора да про то что тест пробой этой зоны дисбаланса учитывая раз с два тест или если мы сейчас зону дисбаланса строим первую ключевую да это раз два три естественно вероятность пробоя той или иной зоны я не ухожу от этих слов от этой стратегии всегда говорил так и то есть пожалуйста любой обзор открывайте естественно выше вот поэтому но я по позиции сказал то есть не то чтобы свое оправдание то есть чем перед чем перед кем тут ну как бы оправдываться да я могу там в детстве помню перед мамой когда с выпускного пришел первый раз напился в зюзю можно сказать это было вот это было смешно вот это было смешно и стремно наблюдать за моими оправданиями когда когда я в говно пьяный говорил что я травился салатом вот это да то есть оправдываться но перед перед мамой да я могу перед женой по настроению вот но в целом ну за что здесь оправдываться смешно вот поэтому какие оправдания объяснил я постарался объяснить как есть пояснил пояснил про за или про шорт позицию вот поэтому как то так почему 0 1 процента депозита почему я не хеджируюсь мне до сих пор я уже сто раз объяснял да и до сих пор спрашиваю так ты зайди на а мне не знаю на 10 процентов на сто процентов на пятьдесят процентов шорт позицию ребят ну я сойду с ума то есть что мне ходить вокруг да около я сойду с ума я вам говорю как есть но у меня кукуха отлетит я буду сидеть не спать 24 на 7 у меня такие периоды были восемнадцатом году меня чуть не ликвиду и в принципе все то время когда я заходил на жирные позиции чуть ли не на все свои депозиты либо на очень огромный процент и депозитов позиции я не спал не ел ничего не делал просто как дебил смотрел монитор не как дебил как просто неадекваж какой-то да то есть больной человек больной и здоровье терял и так далее да это банально звучит но тем не менее как есть это раз это первый момент а второй конечно ну я не доверяю чтобы зайти в позицию который захеджирует там условно мои какие-то инвестиции в altcoin это мне нужно приличный мягко говоря процент от капитала своего депозита перевести на централизованную биржу третьему лицу вы скажете дексы я и дексом больше чем централизованным биржам не доверяю которые взламывают каждый день взламывают биржи децентрализованы если вы не знали практически каждый день ну может я утрирую но блин сколько новостей было то есть мне довериться либо из двух зол выбирать меньше скажете вы на мой взгляд это того не стоит спасибо без меня поэтому от централизованной крипто бирже ну я всегда был пропагандировал естественно выводить свои деньги покупайте альткой на который вам нравится пожалуйста выводить их холодное хранение биржа не предназначена для хранения активов получается если большую большую часть или огромный процент от депо переведу на биржу я просто грубо говоря подарю ей деньги на время свои и не факт что она мне их отдаст может быть придумаю что-то связано с киоси амэл проверкой и так далее это раз второе может просто взломают скам еще что-то все что угодно вон в ftx пожалуйста спросите ребят кто там хеджировался у нас самый умный ну и где их деньги нигде то есть им их до сих пор не вернули не факт что вернут поэтому ребят здесь только рисков пожалуйста без меня ну я нет ну я нет пожалуйста кто-то да удачи не так чтобы это не отработает это может отработать пожалуйста мне трейдинг сейчас по крайней мере он не требуется для того чтобы ну как сказать ну и для того чтобы зарабатывать с одной стороны до для того чтобы увеличивать свой капитал и ближе к инвестициям ну и для того что естественно к инвестициям не только в крипту что некоторые думаете только крипто и живу вот не только в крипту вот но и чего хотел сказать господи вы поняли в общем сбился в общем конвестиции а я ближе к инвестициям да и соответственно к этим да блин все равно не вспомнил ё-моё чего меня торопите ладно все без шуток вообще ребят я постарался объяснить тот скажет это оправдание кто скажет блин ну посерьезно это не серьезно пожалуйста пожалуйста я все вот зоны сбаланс тренда я все показываю действительно отработает никто не может вообще сказать что это то что я показываю транслирую тот период когда я активнее торговал что это не работает никто не может сказать кто может даже там авторский канал открыть а если кто-то и скажет ну впрочем ну искренне говорю мне будет все равно вот доказывать оправдываться естественно никто не станет поэтому ребят здесь я постарался объяснить почему 0 1 процент можно было короче в двух словах наверное следующий раз будет в одном один тезис потому что вот так вот все вот ликвидация 81 у меня 855 я не помню точные нет я не сбивал 81 855 у меня ликвидация позиция у 68 498 по биткоина шартовая пятое плечо все когда вы спросите а есть люди и спрашивали и писали сообщение и там видели во мне это видели во мне какого-то манипулятора да когда после голосового сообщения практически практически сразу биткоин начал падать вот ну это скорее преддверие выборов сша просто я считал пойти вот здесь на эту сделку вот на это вот на всю эту историю только вот здесь и это произошло чуть выше ну произошло бы вот здесь я бы уже ну скорее всего наверное без убытки был при 63 тысяч долларов хотя зачем мне его ставить в принципе зачем не его ставить можно не ставить в общем ребят это как-то так ликвидирует 81 855 если вероятность но естественно есть вероятность ликвидации любой позицию ликвидации еще раз для тех кто не понимает я место стоп-лосса использую ликвидацию то есть я ту денежку который готов терять легко и просто вот я с изолированным плечом ну на все эти деньги захожу позицию все ну и соответственно если сделка не заходит не ликвидирует ту день ту денежку звучит странно тем не менее забавно да тот объем денег которые заложил в эту позицию все то зачем я обязательно ставить стоп-лосс нет конечно от ликвидации проще удобнее понять на мой взгляд вот вот и все это по позиции а ну я не договорил что касается тех ребят кто зашел в позы там шах шар ты может быть кто-то подумал что здесь зашел когда записал голосовое сообщение ну я и мог и здесь зайти впрочем то если я не попер против себя наверно хотя маловероятно вот потому что но опять же пробой 74 тысяч тому выше там выйдем при пробой 73 600 вышло ладно все окей давайте а то я сейчас прыгаю немножко не очень удачно получается объяснять кто здесь зашел шорт позицию смотрите сами еще раз то есть мне вопросы можно не задавать я же не знаю об этом на весь свой капитал может быть почку продали машину квартиру зашли в позицию я не думаю что здесь есть адеквата которые уже не зафиксировали прибыль вот в преддверии и в преддверии выборов и учитывая то плечо с которым вы вошли если с десятым сколько там 50 процентов плюс прибыли опять же от процента капитала и так далее если у вас все в рамках разумного ну вот скорее всего стоит без убыток ну в рамках разумного со сдвигом больше в риск правильно вот но опять же я еще раз повторюсь риск заключается не только в вашей позиции а еще в том кому вы и чему вы доверяете готовы ли вы доверять деньги ну и первый момент это элементарно психологически то есть если у вас все окей пожалуйста но я сомневаюсь что будет все окей при активной позиции на высокий процент от капитала очень сомневаюсь что вообще есть такие люди скорее всего вообще таких людей нет ну и будете действовать рада ночи следить за каждым движением на минутном таймфрейме мне это не нужно говорю как есть все 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 но я когда поставлю без убыток если вы спросите ну еще раз я без убыток не буду ставить ну скорее всего я думал поставить но я не вижу просто этом смысле по крайней мере ну не раньше здесь тысяч долларов 662 если будет если ростом доливаться и так далее это не про меня ну ликвидация шорт когда я новый шорт рассмотрю если не не сработает этот 81800 может быть и здесь же я рассмотрю еще один шорт может вообще ничего делать не буду сообщу вот ну ниже зоны ну понятно зона черного лебедя так далее все там равен 40 42 40 ну короче ниже 45 тысяч долларов опять же это контекст произошло ли хоть какое-то падение нет даже несмотря на то что вроде бы казалось бы минус семь процентов от нового пика ну нового среднесрочного практически нового исторического максимум минус семь процентов о каком снижении идет речь алё ну алё это не к вам претензия просто в целом поступают разные сообщения прокомментирует дамп но просто люди пишут дим про комментирует дамп на чем падаем и так далее какой дамп какой здесь дамп здесь нет дампа здесь flat flat здесь flat вот здесь где дамп извините что некрасиво рисуя просто не понимаю иногда ну людей которые спрашивают какой дамп комментирует вот то что в преддверии выборов есть неопределенности так всем понятно ну как бы здесь рассчитывать на то что преддверии выборов мы вот прям за один день будем расти дальше ну наверное было странно да мягко говоря вот а выборы мудрить не стоит просто единственно я по трампу не думаю что будет прям все сверх позитивно пока мали харрис ну естественно ну по крайней мере какой-то негатив какое-то время он продлится плюс дальше будем естественно учитывая новую администрацию президента как какой называют администрация президента сша правильно белый дом учитывая факт события при котором не могу президент со стороны ну кандидата стран демократов стал главой государства ну будем работать что я могу сказать посмотрим если начало среднесрочного нисходящего тренда я не то чтобы я как бы намекаю я говорю что при тем более при команде харрис тем более учитывая вообще все факторы что показывал рассказывал неоднократно я уже даже молчу про пятичасовой видеоролик ну как бы если уж чему-то и начинаться то нисходящему с этот тренд вот нисходящему среднесрочному не знаем посмотрим тренду вот на трампе просто будет легче скорее разгрузиться просто легче будет продать еще что-то до байбэками там эту всю информацию смажут покажут смотрите все у кем с байбэк или как блумберги делали я писал до отчеты все хорошо потом по итогу пожалуйста до свидания блумбергу плевать что писать да вот что писать там понятно разные аналитики ребят ну естественно тем не менее какой был восторг наверное у людей кто публиковал статьи на тему что вот банки занизили прогнозы по компании перед сезонным отчетности а значит этим компаниям будет легче предвосхитить да и показать нам лучшие цифры просто невероятные у нас будет ралли продолжится и рождественской так далее что касается рождественского ралли как назвать как правильно сказать ну мудрить да не стоит с одной стороны с другой стороны меня каждый раз убавляет когда мне скидывают видосы ну сына я не смотрю но в целом того сказали что будет рост человек много подписчиков просмотров там типа я не знаю там когда-то угадывал ну ребят ну блин ну это не кринж на не самое подходящее слово ну что уникального в том что сказать что будет рождественской реалии что даже не употреблять эту сезонную историю просто сказать что будет рост в конце года что в этом интересного уникального интересного экспертного окей не обязательно информация должна быть уникальной чтобы зарабатывать это конечно бред вот какой-то необычный идти против толпы вот как я сказал да мудрить не стоит ну блин нет аналитики никакой ничего экспертного в том чтобы сказать что в конце года будет рост ну ничего десятилетняя статистика да ну есть месяцы хорошие так далее позитивные месяцы вот эти перед новым годом и так далее хотя вот допустим даже элементарно мы идем на smp-500 с вами давайте найдем найдем что найдем найдем этот период вот ноябрь ноябрь падаем я бы растем декабрь уже декабрь падаем декабре середина декабря казалось бы где ралли где ралли снижение а если в общем то флэт как бы это это не пики рынка это это не пики рынка хотя я был сторонником того что рынок весь рынок формирует но вы помните знаете то что это не отскок дохлой кошки что тоже было много об этом информации в русскоязычном сегменте вот но тем не менее ралли здесь не было по индексу не было я не беру там в частности там какие-то акции дача с динамик роста биткоина и так далее в целом чего-то необычно сверхъестественного рост вот это даже забег это майский весна хорошо не нравится весна вот здесь возьмите здесь март двадцать третьего но я имею ввиду вот этот диапазон с марта не с декабря здесь флэт падения флэт падения или небольшой рост и поглощение всего этого роста вот раз здесь поросли упали впрочем то что здесь а здесь мы на пиках поэтому при трампе есть хорошие шансы действительно есть хорошие шансы пока не падать скажем да сразу по крайней мере там будем смотреть вот а и последняя я всю фонду перемалывать не будем еще раз ну в контексте хотите дневник кризис еще посмотреть вот я не к тому что и дневник кризиса в том числе я отвечу на вопросы которые видел к тому видеоролику да вопросы тезис вот там пузырь как бы это видео не про то что у нас пузырь и поэтому должно падать люди которые говорят финансовый рынок в пузыре и он должен рухнуть это ну как бы это не аналитика здесь нет ничего тоже не экспертного не уникального интересного в этом ничего нет вот в чем прикол потому что у нас мы в пузыре и в том году и 5 и 7 и так далее мы в пузыре все у нас пузыре кругом финансовый рынок весь был в пузыре есть пузыре bitcoin и так далее все это есть конечно один сплошной пусть называете его пузырем как угодно если это как сказать и не знаю то есть о чем здесь говорить я даже не понимаю то есть конечно это видео не про это ну кто не понял сожалею буду не знаю стараться какие-то резюме какие-то итоги диагноза ставить не знаю но хотя я это делал вот ну это первый формат такой тем более пятичасовый видеоролик спустя полтора месяца отсутствие обзоров я старался по крайней мере вот я старался все по зонам сказал трендовый есть price action есть выбор есть трамп есть камал харрис есть что еще забыли альткоин альткоин да тут смех сквозь слезы вы скажете да когда же доминация биткоин начнет снижаться альтезон упал сезон вообще был не то что противниками я когда вот были там опять же в ру сегменте да мнение довольно популярно о том что я не говорю все думали что будет альтезон просто были популярные мнения вот о том что наступит альтезон весной или в начале лета еще что то я тогда свои позиции делился и я не ждал его то есть не было ни одной причины начало сезона вообще вот что с моим ну понятно там с точки зрения манипулирования рынка ребят еще раз манипулирование рынка она не происходит просто с пустого места хорошо возьмите нарратив мем коина там что не росли токены выросли есть нарратив есть применение внедрение грубо науки хайп тоже звучит кринжово но окей эти токены и выросли где ни хрена не было не выросли все просто то есть чё просто широкий рынок начнет расти просто потому не было нарративов я со своей стороны меня замучили этим вопросом я отвечал сейчас я показал вот недавно до апрельские там июньские цены и тоже многие обиделись вот это я сказал то наверное максимум на что можно рассчитывать до конца года тоже много как так почему нет нарративов пока пусто коллеги да доминации на высоком уровне вот я вообще считаю что 60 процентов мы да реально это можно увидеть на проблемах со стейблами велика вероятность ну то что стезер недавно произошло мы не начали писать блин я в премиум часто это повторяю тема стабил коинов мы затрагиваем вот и так получилось что я за сутки опять эту тему за сутки до статьи wall street journal опять эту тему затронул все подумали что это нострадамус да нет но это громко звучит пафосно нет не то чтобы я нострадамус я просто ну понимаю риски да нострадамусом скорее всего как бы это не скромно не звучало здесь у меня получилось там стать да или вангой когда в марте 20 блин когда уже график найти не могу до марте 23 вот здесь тогда да вот это было историческая херня но когда там за сутки или когда сказал что риск отвязки стейбл стейбл очень сильно отвязались да и все стейбл переводил биткоин тогда да сейчас ну что сейчас ну сейчас все мягкое пушистое что там wall street journal вышел да wall street journal выходил тезер отмазался минфин сша могут вести санкции и так далее я давайте я сейчас не буду сейчас на 20-30 минут останавливаться на этой теме хоть вы и просили снова тезер и риска больше на мой взгляд больше риска по ордой на правильно заметил сейчас он пост там оставлял в крипто хедлайн слегка найдете пол ордой но напишите а или вот так ордой короче давайте ладно уговорили короче ну правильно написал правительство шам уж запросто уничтожить тезер ну да вот мои слова практически не уникальны просто факты да ну факт тезер работает сша понятное дело причем да ну я даже допускаю что по ордой на просто говорящий глава тезер создав фрс и все а мы тут сидим думая что вот мы пользуемся там теми же долларами просто цифровые долларов вот вам себе деси не запускают уж есть тезер может быть и такая версия имеет место быть имеет вот но опять же из двух ну пусть будет зол да если выбирать я считаю что все таки здесь если тезер какой-то момент а чем панжао знает сизи бинанс перестанет быть угодным то будут создать прецеденты при котором большие оттоки капитала пойдут из тезер куда угодно там если мы говорим про оффшоры и всю эту историю где никто не захочет политься то биткоин да самые ликвидные активы ну эфир может максимум если все чисто и так далее ну хотя ну чисто я имеют необязательно это нужно там как сказать не обязательно нужно справки о доходах для того чтобы и здесь и купить сейчас даже бред правильно то есть можно ли легко любой человек может и здесь и купить ну кроме хакеров они здесь и не пойдут естественно вот но тем не менее ну хакеры там санкционная риторика страны под санкциями так далее естественно вот поэтому ну опять же здесь и побегу да то есть в этот стейл коин на байбит кстати это произошло там отвязка произошла один один процент ну для крупного капитала один процент на дороге не валяется вот на секунду да а так по биржам 020 025 тоже для крупных капиталов неприятно кто-то психанул потерял миллион ну может не миллион окей сотни тысяч долларов потерял даже на этих 020 025 были такие люди отвязку марта 23 я ну я даже напоминает не хочу об этом говорить все сами помните и жастин и саны и сиди кто только не принимал решение при котором они тратили миллион долларов якобы все знайки должны все знать нет крипто и весь финансовый рынок здесь все все не знаю да то есть здесь и крупные игроки инсайдеры и все на свете теряют деньги и миллиардеры и триллионеры и так далее кто бы вам что не говорил как бы это факты вот поэтому по тезер коротко ну мой мой выбор не меняется и тезер это риски и тем более я не вхожу там в позицию на крупные проценты депо потому что ну потому что риск опять же риск стейблах риск в третьем лице хранить деньги да на бирже вот и все-таки это опять же уже грубо говоря не твои деньги превращаются это не твои деньги не знаю завтра простёмся не будет там топовый бирж или какой-то биржа заблокирует ну неважно что произошло просто нет и все ну пожалуйста кто готов на себя взять такие риски это ну абсолютно ваше решение оно и не хорошее неплохое это просто ваше решение ваши риски но для вас они могут быть хорошими для кого-то плохими что здесь обсуждать все ребят я заканчиваю пальткоином ну я вкратце пробежался потому что мне прямо глобально нечего добавить нечего понятное дело я не буду касаться темы связаны с тем что если биткоин будет падать только он и будут падать естественно да то есть понятно были теории еще там тоже весной мне отправляли по крайней мере да вот биткойн может рухнуть альткоины вырастут ну удачи ну удачи с такими мыслями я не знаю комментировать момент я считаю что это бред глобальный если в корне ситуация изменится я сообщу каких-то изменений на счет я не видел и не вальткоина к биткоину и тем более не по биткойн доминации вот инвестиции в крипту актуальны нарратив пока нет инвестиционная завтра все не начнется даже в конце декабря тоже буду рад аль сезону если широкий рынок вырасти до апрельских июнь цен до конца этого года будет очень хорошо это будет очень хорошо впрочем этот же тезис я озвучил и и видео про аль сезон а что это вот максимум что можно рассчитывать и эти цены достигали с некоторыми монетами топовыми не всеми поэтому просто вслепо видеть токен экосистема которая сейчас никому не нужна и считать что он просто вырастет потому что он упал ну бред далее вам просто вырастет потому что вот растет солан или еще что-нибудь там су и тоже бред очень много токенов очень много крипто проектов очень много layer 2 очень много и новых блокчейнов и на новых блокчейнов делают layer 2 и так далее очень всего сейчас конечно сейчас и далее сложнее не значит что нельзя инвестировать но и не значит что можно просто вслепую с какими-то непонятными аргументами нерабочими абсолютно никогда и и так далее инвестировать в крипту как это можно было в принципе было актуально там когда росло все на это на стимулах фрс когда заливали просто все и вся деньгами вот поэтому сейчас такой рынок хотел коротко видите для меня коротко по ходу это час но я быстрее не могу и понимаю я понимаю что наверное выгоднее интереснее делать людям кто-то меня называет блогером ну значит мне надо делать блогерский контент но я этим не занимаюсь 19 кто-то приходит на канал удивляет свой качу долго да и еще что-то почему вот и тут можно же в двух словах но все что угодно можно быть наверное мнение мне как человеку который пытается объяснять пытается опять же моя задача поделиться ходом рассуждения но наверное это форма такой формат сверх короткий он невозможен просто и сколько бы комментариев не пришло с темы о том что долго это ничего не изменит это может только изменить сторону там допустим какой-то период же настанет когда просто по крайней мере закончу с обзорами с видео формат то есть текст там или голосовые сообщения бы период полтора месяца не знаю может будет четыре месяца еще скоро будет не знаю вот поэтому пожалуйста конечно принимайте решение собственные и на финансовом рынке и и в ютубе в том числе да решайте кого смотрите не нравится не смотрите по крайней мере я всегда старался так жить то есть какой смысл писать комментарии ну не нравится я отписываюсь нравится подписываюсь не хочется все смотреть пожалуйста тайм коды ускоренный режим все есть не хочется думать блогерский контент конспирологические теории вы знаете куда смотреть пожалуйста значит это ну вам нравится значит и что я могу сказать пожалуйста все коллеги я пока на этом заканчиваю я сто процентов что-то забыл потому что у меня ну кто-то думать этом готовлюсь к обзорам на выписываю еще что-то ну я очень крайне редко так делаю бывает что большие обзоры если записываю очень большие но это это не подготовка это скорее там порядок поэтому сегодня так сегодня так пишите комментарии участвуйте в розыгрыше все что хотел я сказал за исключением может быть каких-то деталей вот и которые мне впрочем легко будет озвучить телеграм канале в авторском это первая ссылка в описании либо в классовом формате либо я текстом напишу все благодарю за внимание пока